Этой женщине с глазами библейской мученицы и капризным ртом королеве русского немого кино было отпущено только 26 лет. Из них она снималась всего 4 года, но ее до сих пор не просто помнят. Ее почитают, о ней самой снимают фильмы. Родилась будущая королева экрана в 1893 году в Полтаве. Когда Верочке было 2 года, семья перебралась в Москву. Вскоре у девочки обнаружились странности иного рода. Всегда задумчивая, отрешенная от действительности, она любила разговаривать с собой. Обожала танцевать, декламировать, неплохо музицировала, охотно демонстрируя свои способности друзьям и гостям домашнего салона. В 15-летнем возрасте Вера побывала на спектакле «Франческо де Риммини» с участием императрицы Русского драматического театра Веры Комиссаржевской. Буквально задыхаясь от обилия впечатлений, вернулась домой, а ночью у нее поднялась высокая температура. Горячка не отпускала целую неделю. Семейный врач объяснил родителям, что их дочь чересчур впечатлительна и склонна к меланхолии. Началом артистической карьеры можно считать учебу в балетной студии Императорского Большого театра. Приняли девочку сразу. В любом ее движении сквозили грация и изящество. Будущая прима-балерина была обеспечена, но вмешались родные, считавшие балет неприемлемым занятием для девушки из порядочной семьи. И студию пришлось оставить. В 1910 году на выпускном гимназическом балу Верочка Левченко познакомилась с молодым преуспевающим юристом Владимиром Холодным. Каким-то чудом за один этот вечер он сумел найти ключ к ее душе. Странный, необычный. Вера увидела в нем своего верного рыцаря, который сумеет помочь ей не просто жить, но как бы парить над жизнью. Она и не думала скрывать своей влюбленности и в том же году вышла замуж. Вырвавшись из родительского дома на волю, Вера каждый вечер увлекала мужа в театр, но чаще всего ходила в синематограф в буф, что на садовой. Холодного пугала та страсть, с которой жена стремилась попасть, на все картины с участием датской кинозвезды Асты Нильсон. А главное, то, что придя домой, Вера неподвижно застывала перед зеркалом и подолгу смотрела на свое отражение. Когда в 1912 году у Веры Холодной родилась дочь Евгения, муж вздохнул с облегчением. Теперь-то вечные грезы наяву кончатся. Через год Владимир уговорил жену взять на воспитание приемную дочь Нонну. Но ее глубокое увлечение театром теней, как называли в те времена кинематограф, не проходило. Более того, сблизившись с артистической богемой, группировавшейся вокруг кафе «Аллатр», настойчиво искала встреч с его создателями. Роковой перелом в судьбе «Холодной» произошел в 1914 году, когда ее мужа призвали на фронт. В жизни молодой женщины образовалась пустота, и она сама отправилась на киностудию Тимона и Рейнгарда. Увидев у себя в кабинете красивую брюнетку, режиссер Владимир Гардин испытал некое смутное беспокойство. В красоте этой женщины таилось нечто манящее и отравляющее одновременно. Странная девушка смотрела ему прямо в глаза. «Мне очень нужна роль, а нам нужны актрисы, а не просто красавицы», заметил Гардин. Но отказать ей совсем бесповоротно он почему-то не смог. В результате знаменитый режиссер дал ей эпизодическую роль в своей экранизации Анны Карениной и вручил рекомендательное письмо к режиссеру Евгению Бауэру на фирму «Ханжонков и Ка». Вера Холодная загипнотизировала всю Россию. Родилась тайна, которую потом пытались разгадать множество людей. Ради того, чтобы посмотреть на нее, люди выстраивались в колоссальные очереди. В Харькове во время столпотворения в кинотеатре «Ампир» были разбиты все окна, двери сорваны с петель, и для того, чтобы утихомерить толпу, штурмовавшую зал был вызван отряд конных «Драгун». Подобный ажиотаж творился по всей стране. Часто кинозвезда одевалась так, чтобы ее никто не узнал. Брала сестру, и они отправлялись в самый отдаленный кинотеатр Москвы наблюдать за реакцией зрителей. «Ты знаешь, со страхом и одновременно с каким-то странным удовлетворением говорила Холодная, «У меня такое чувство, что меня живой вообще не существует. Они восхищаются не мной, они боготворят всего лишь тень». В ответ послышалось «Не мешай». Среди условно идеальных, романтичных, изысканных декораций павильона стремление веры убежать от серой обыденности вдруг стало реальностью. Здесь молодая женщина была в родной стихии и чувствовала себя гораздо лучше, чем дома, среди домашних дел. Она ничего не играла, не создавала, она оставалась сама собой. Жила на экране жизнью, данной ей, любила любовью, какую знало ее сердце. Была во власти тех противоречивых и темных сил, которыми тонкий диалектик дьявол отделил ее от рождения. Для своих близких Холодная действительно постепенно превратилась в призрак, который они встречали теперь только поздними вечерами, когда она возвращалась с очередных съемок. Лишь горе сумела оторвать Веру от выдуманной жизни. Летом 1915 года пришло известие, что поручик Холодный тяжело ранен под Варшавой и положение его очень серьезное. Отправившись на фронт, Вера Холодная целый месяц провела в госпитале у постели мужа. Он был беспредельно счастлив, расспрашивал о семье, детях. А Вера то и дело сбивалась на рассказы о сценариях, съемках. Наблюдая лихорадочный блеск в ее глазах, Владимир понял, что царство теней выиграло у него битву за Веру. Он только сказал ей, «Ты все-таки не забывай о детях, им ведь нужна реальная мать». За считанные годы актриса стала легендой. Фильмы с ее участием широко рекламировались еще до начала съемок. И всякий раз все рыдают. Успех, как у «Титаника», газеты ревут. Ей посвящают стихи, прозу, романсы, живописные полотна. Среди почитателей Холодный – крупнейшие мастера художественной культуры, охотно принявшие ее в свой круг. Даже сам Станиславский предлагал ей перейти в труппу МХАТ. И всегда легион поклонников. В Холодную влюблялись все, с кем она работала, сталкивалась, на кого бросала случайный взгляд. Она купалась в обожании, но никогда физически не изменила мужа. Рабой любви она была только на экране. А главное, ее фантазии были для нее гораздо больше реальностью, чем сама реальность. Вера обожала платонические романы. Ее волновала сама возможность любви. Однажды никому неизвестный худой солдат привез Вере письмо с фронта от мужа. А потом стал приходить каждый день. Просто садился и часами не сводил глаз с обожаемого лица. Это был Александр Вертинский. Чуткий, нервный поэт. Приносил свои стихи «Где вы теперь? Кто вам целует пальцы?» На некоторых стояло посвящение «Вере холодной». Весной 1918 года, чтобы закончить натурные съемки фильмов «Княжна Тараканова» и «Цыганка Аза», «Холодная» вместе с режиссером Чердыниным выезжает в Одессу. По некоторым данным, главной причиной отъезда послужила личная драма, одновременный разрыв с мужем и постоянным партнером по кино Владимиром Максимовым. Согласно разным свидетельствам, в Одессе актриса совмещала съемки с активной концертной деятельностью, разъезжая по югу России с выступлениями на благотворительных концертах в пользу добровольческой армии. И вдруг, 17 февраля 1919 года, непостижимое известие, «Вера холодная» скончалась в возрасте 26 лет. По стране мгновенно поползли зловещие слухи. Ее погубил из ревности французский консул, прислав букет отравленных белых лилий. Ее убили белые за то, что она была красной разведчицей. Ее убили красные за то, что... На самом деле, в ноябре 1918 года у холодной случилась острая форма ангины, а в гостинице «Бристоль», где она жила, температура не поднималась выше минуса девяти. Ангина перешла в вирусную испанку, от которой тогда не было лекарств. Врачи и близкие, находившиеся у постели больной, рассказывали, что, даже умирая, Вера будто играла сцену смерти. Чувствуя, что ее минуты сочтены, она позвала свою дочь Женю, величественным жестом велела ей опуститься на колени, положила руку девочки на голову и грудным, прочувствованным голосом благословила ее. После чего, грациозно откинувшись на подушки, Вера Холодная ушла в царство теней, из которого уже не возвращаются. Ее лицо было абсолютно спокойно. Через три дня после ее смерти на экраны вышла кинохроника Чердынина «Похороны Веры Холодной». Глядя на эти кадры, даже близких пробирал холодок ужаса. Была ли Вера Холодной реальной женщиной, или она существовала только на экране? В 1931 году Одесское кладбище, где похоронили актрису, было превращено в парк. Так исчез последний земной след гениальной натурщицы кино.